Солнце светит прямо в глаза, но я специально выбрал такое направление, потому что так меня лучше видно. Замечательная погода для любого блога, чтобы выйти на свежий воздух и снять свой блог на любую тему. Что такое интернет? В этом блоге я постараюсь быть объективным и не буду говорить, что я против интернета или я за интернет. Я просто постараюсь объективно подойти к этой теме. Что такое интернет? Я правда люблю повторяться в таких даже блогах, что такое интернет. Вопрос, наверное, такой простой, что вы скажете, что это Wi-Fi и это тоже будет правильно, что интернет в современном понятии это Wi-Fi. Недавно его ввели, это такое понятие, что это Wi-Fi может раздавать интернет. Но немножко хотел вернуться к теме, что есть люди, которые против интернета, то есть против социальных сетей. Может вы об этом не задумывались даже, что такое интернет и предназначение интернета в самом начале, когда он только зарождался. Но хочу вернуться к теме, правда, есть люди, которые против интернета. Возможно, это ваши родители, потому что я забегаю чуть-чуть вперед по поводу пользования интернета и что такое интернет. Если вы задумывались, что такое интернет, скорее всего вам показался слишком простой вопрос и вы скажете опять, что это Wi-Fi, что это куча социальных сетей, которые пользуются миллион-миллион людей. Конечно, есть и большие плюсы у интернета и есть маленькие минусы у интернета. Может быть даже, что большинство людей, которые проголосуют за или против интернета, пользования в массы, то скажешь, что интернет это здорово, ведь у него безграничные возможности. В прошлом своем ролике, где я снимал, зачем я снимаю видео, я сказал еще прямой намек на интернет. Я сказал так, зачем я снимаю видео, да, то есть свои блоги. И там хорошо подразумевался именно интернет, потому что я знаю о существовании интернета и такой платформы, как YouTube. Поэтому у меня есть такая возможность снимать на эту мыльницу видео и выкладывать для вас блоги. И любой желающий может посмотреть мой блог. Но давайте все-таки вернемся обратно, что такое интернет. Давайте я вам зачитаю с интернета, с Google Translation, всемирная Википедия, то, что пришло именно с интернета, все эти понятия, мемасики и много-много что другое, троллинг. Но давайте все-таки вам зачитаю, что такое интернет. Также любой желающий, пользователь, даже не имея самый мощный компьютер, может зайти в любой компьютерный клуб, библиотеку, где есть компьютер, где есть планшет, вай-фай, любая платформа может вбить, что такое интернет и задать этот вопрос и прочитать. Ну так давайте я вам все-таки прочитаю, чтобы это было грамотно, а потом уже продолжу высказывать свои мысли по поводу, что такое интернет. Поехали! Википедия. Интернет. 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 МФА. Так, зачитаю. Всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Часто упоминается как всемирная сеть и глобальная сеть, а также просто сеть. Построена на базе стека протоколов ТЦП ИП. На основе интернета работает всемирная паутина World Wide Web, что как бы расшифровывается или как бы сокращение WWW и множество других систем передачи данных. К середине 2015 года число пользователей достигло 3,3 миллиарда человек. Во многом это было обусловлено широким распространением сотовых сетей и с доступом в интернет стандартов 3G и 4G, развитием социальных сетей и удешевлением стоимости интернет-графика. Кстати, очень важная информация, что интернет в будущем, ну я так забегаю вперед, что возможно он станет для всех не то что доступным, он станет бесплатным. Ну я так, теоретически рассматриваю. Ну и также вы можете писать в комментариях, что вы думаете по поводу не то что доступности всем людям, всем пользователям в мире, а по поводу бесплатного интернета. Ну пишите свои мысли. Кстати, тема достаточно интересная, я считаю. Склонение. Слово интернет склоняется по правилам русской грамматики как существенное мужского рода, ничем не отличается от таких слов как интернет и интерфейс, и имеет второй тип склонения, поэтому писать следует в интернете структуру интернета. Еще раз повторю, что если я бы не знал интернет и что такое ютуб, я вообще бы не снимал бы видео и не занимался. И вы бы меня вообще бы не знали. Меня бы знали только мои близкие люди и люди, которых я неплохо знаю. Опять же, это мои друзья были бы коллеги и просто мои родители. А благодаря ютубу и интернету я могу познакомиться, как и вы, с большим количеством людей, которых, скорее всего, вы просто видели по фото, но, возможно, на 90% вы их никогда не увидите в реальной жизни. Также я рассматривал такой вопрос, как, что ждет будущее интернета. Такой вопрос потом, как можно заработать в интернете. Ведь эта тема достаточно, я считаю, актуальная в интернете. Как можно заработать и каким способом можно заработать в интернете, не выходя из дома. Но на эту тему, я считаю, можно снять кучу роликов. Ведь ни для кого не секрет, что вот в прошлом году вышел ролик АКО 47. Ну, видите, АКО 47. Три топора. Ну, типа казино, три топора. Как заработать бабла, короче. Ну, это то, что касается интернета. Ну, и давайте дальше продолжим, как все-таки зародился интернет. Всемирная вот эта паутина. Интернет. Я вам зачитаю с Википедии опять. Интернет. История. Первый исследовательский программ в направлении быстрой передачи сообщений руководитель Джосеф Ликлайдер, Джосеф К. Робнет Ликлиджер, опубликовавший в 1962 году работу Galactic Network. Благодаря Ликлайдеру появилась первая детально разработанная концепция компьютерной сети. Она была подкреплена работами Леонарда Клейн-Рока. Леонарда Клейн-Рок в области теории коммутации пакетов для передачи данных в 1961-1964 году. В 1962 году Паул Баррен Пэйс Баррен Паул Баррен из Райн Корпорайшн подготовил доклад on Distributing Communication Network. Он предложил использовать децентрализованную систему, связанную между собой компьютеров. Все компьютеры в сети равноправны, которая даже при разрешении ее части будет работоспособна. Этим решались две важные задачи обеспечения работоспособности системы и неуничтоженность данных, которые оказываются сохраненными. Компьютер, что-то смешно стало, просто вспомнил смешной момент. Вот. Предлагалось передавать сообщения в цифровом, а не в аналоговом виде. Само сообщение предлагалось разбивать на небольшие поросы и пакеты и передавать по распределенным сетям, все пакеты одновременно. Дальше я не стану читать, потому что слишком сложная информация, чтобы ее усвоить сразу за день. То есть это потребуется время. То есть я продолжу дальше. Вот я вам немного зачитал из истории интернета, когда все-таки зародился интернет. Причин... Ну там была одна причина. То есть изначально интернет, он предназначался для других вообще цели. То есть вы это можете сами все прогуглить, узнать. То есть эта информация, она доступна любому смертному человеку. Вот. Но я хотел не про это сейчас поговорить. То есть это уже такое другое идет отступление. То есть я вот вам почитал вот это зарождение, когда зародился интернет, что об интернете тогда не все знали, то есть когда он зарождался. То есть ну это понятно, так как всегда такое, знаете, вот появляется какое-то явление, но об этом явлении не знают просто в массах. Я хотел про другое говорить, что в интернете может находиться куча полезной для вас информации. Есть куча не то, что не полезной информации, а есть информация, которая вам вообще не нужна. Ну, к примеру, это может быть спам или реклама. Ну бывает, что вы заходите куда-то и бац, на ваш компьютер попал вирус. На это я уже говорю ближе минусы интернета. Понятно, что здесь я уже подразумеваю не только вирусы, но и хакеры. Ну, хакеры, которые взламывают компьютеры. Но это немножко, знаете, отдельная тема. Опять же, про это надо снимать отдельный ролик. Кто такой хакер и кто такой анонимус. Видите, я уже забежал вперед. Потому что есть вещи, которые не могут вообще сейчас существовать без интернета. Когда, в общем, не было интернета, ну, когда люди не все знали о существовании интернета, то есть возьмите там начало 90-х, начало 70-х, 60-х. Люди, когда не знали о существовании интернета, они смотрели телевизор. То есть, вот, закончилась Вторая мировая война, начался, в общем, мир, во всем мире. Там потом была Холодная война. Вот. И люди, чтобы получить информацию, которая им была доступна в массе, то люди смотрели телевизор, когда не было еще интернета. Еще один сверхпопулярный черно-белый телевизор, который массово выпускался и продавался в эпоху, когда уже вполне производились цветные приемники. Рекорд В-30. Когда не было интернета, люди читали, в общем, книги. То есть, в массах люди ходили в библиотеку, чтобы им получить какую-то доступную информацию. Когда не было интернета, то люди просто пачками перечитывали, в общем, литературу. Когда не было Твиттера, не все знали, что такое интернет, то люди вели свой дневник и все свои мысли они писали, в общем, в дневник. Когда не было интернета и первых социальных сетей, форумов, клуб знакомств, ну, именно виртуально все это, то люди друг другу писали письма. И, ну, знаете, возьмите ту историю, когда молодой парень пошел в армию, и ему девушка там пишет письмо, то этот парень, там не было интернета тогда, тогда там вот этот солдат сидит и в ожидании вот этого вот письма он ждет, когда его любимая девушка написит письмо. Сейчас все круто изменилось, что человеку сейчас не надо писать письма, читать книги, все, что ему нужно, он может в интернете найти, потому что интернет – это безграничные возможности. Итак, хочу уже подвести такие, знаете, итоги к этому блоге, что такое интернет. Я все-таки, прежде чем хотел сделать этот блог, хотел сказать, что я изучал эту тему и был в небольшом такой шоке, для чего вообще изначально предназначался интернет. То есть он не предназначался для YouTube, для Twitch, для большого пользования, в массы, чтобы люди сидели за компьютером и, ну понятно, друг другу писали сообщения, там с одного компьютера в другое, а интернет вообще предназначался для секретных базы данных, так грубо говоря, для других вообще целей. Я в самом начале еще видео сказал, что я ни за, ни против, я подойду объективно к этой теме, что такое интернет. Еще раз повторю, что я сказал это в прошлом ролике, почему я снимаю видео, потому что я знаю существование интернета, я знаю, что есть платформа YouTube, и любой желающий может посмотреть мое видео и написать комментарий, хотя к этому видео я могу отключить комментарии, и вы не сможете, допустим, поставить лайк или дизлайк. Вот. Ну и вы смотрели видео, что такое интернет? Спасибо.